На восток это всегда противно. А в понедельник у меня утренний эфир был, а потом вечерний эфир. И сегодня тоже утренний эфир, вечерний эфир. У меня было то же самое. И сегодня я не спала вообще ночью. Вот просто не могла. У меня было точно то же самое 24 августа. Ну и денёк. В 11 утра прилетела из Нью-Йорка, а в 5 часов вечера у меня здесь была особая зима. Да, да, да. И вспоминаем его две прекрасные фразы, среди не менее прекрасных других. Большинство людей похожи на древесную шушку, которую кольцом обнимает собственник Таре Пищикова. До встречи. А вот сегодня ночью я не спала вообще. И я уже какой-то сегодня человек-зомби. Ну и денёк. Очень тяжело перестраиваться. Вот в ту сторону легко. Я в Нью-Йорке очень быстро перешла на местное время. Да, я тоже всегда замечал, когда летишь с востока на запад, то довольно быстро. А когда с запада на восток, ужасно. Вот то же самое у меня всегда бывало, когда я прилетал в город Владивосток. Я туда раньше часто не дал. Ужас, спроса, причём особенно на второй день. Первый день ещё как-то по тричкам. 19 часов. А второй, третий день на такой улице. Долгие экстремальные перегрузки. Высокие температуры. Это кошмар, от которого содрогается любой двигатель. Но только не двигатель с новым моторным маслом. Генезис Армортек от Лукоил. Его молекула с двумя точками контакта плотно крепится к поверхности деталей. Защищая в 10 раз лучше и работая до полутора раз дольше тестовых нормативов. Технологии имеют значение. Доказано тестами. Генезис Армортек от Лукоил. Масло с... Что будет первый вопрос? Как влиять на проблемные зоны... Не скажу. А-а. Испугало. Что ж тут за вопрос такие? Что это? С каких это формы так? Так, какой первый вопрос? Про суд на Дентео. Сейчас идет. Погром в манеже. Погром в манеже. Ну это я не очень. Артеменькин. Отставить. Отставить вот это вот. Что это такое? Я не очень. Очень все тут очень. Не надо, не первый год знакомы. Ну ладно. Минута в минуту. Эхо Москвы. Эту программу транслирует компания Ситивизор. Радио Эхо Москвы и компания Артевиай представляют программу Особое мнение. Здравствуйте, это программа Особое мнение. Меня зовут Татьяна Филигенгауэра. Я рада приветствовать в этой студии Артемия Троицкого. Здравствуйте, Артеви. Добрый вечер. На смену пан к молебну приходит, судя по всему, суд молебен. Сегодня в Тверском, если я не ошибаюсь, суде Москвы шел и продолжается суд по вот этому погрому в манеже Дмитрий Царионов, он же Интел. Его пришли поддержать соратники и священники, которые прямо в суде, в коридоре устроили молебен. Вот натуральным образом молебен. Вообще вот это вот все можно расценивать как некое художественное произведение, какой-то акционизм, просто он такой, с православным уклоном. Может быть, это тоже такой вид искусства? Ну, в принципе, что угодно можно расценивать как акционизм. Сегодня, кстати, в Москве на ВДНХ, а раньше и в некоторых других местах, открылась очередная биеннале современного искусства. Вот там примерно такая же ересь. Вот все вот эти перформансы, инсталляции и прочая пакость. Я считаю, что это все очень сильно оскорбляет чувства неверующих вроде меня. И собираюсь по этому поводу и в законодательные органы писать, и в суд подавать и так далее. Мне это категорически не нравится. А если бы я в это время проходил мимо Тверского суда? Это же светское местечко-то, да? Вот я вот знаю, что, скажем, если я не хочу слышать молебен, то храмы мне надо обходить стороной. Иначе чувства мои будут оскорблены. А тут вот иду я мимо Тверского суда, а может у меня там знакомая работает какая-нибудь или еще общему. Захожу в светское учреждение, а там молебен, понимаете. А как же свобода самовыражения? Это грозит моим чувством. Какая еще свобода самовыражения? Всему должно быть место. Вот я считаю, что панк молебен в храме Креста Спасителя был абсолютно уместен, потому что это был молебен. И пели они там Богоматери... Нет, Богородица, Дева Путина, прогони. Ну, молебен как молебен, в общем-то никаких претензий к этому, по-моему, быть не должно было. Хотя почему-то они были. Священники должны были читать Уголовный кодекс, видимо. Ну, раз суд... Ну, в общем, не место. Определенно не место, тем более в нашем суде, самом гуманном, как известно, суде в мире. Меня оскорбили. Но сам факт того, что Дмитрия Цирионову судят за этот погром в Манеже, это же как-то... Все же говорили, что спустят с рук ему. Цирионова? Цирионова. Нет, ну нет, какое дело. Пусть даже так. Ну, его судят, я так понимаю, за мелкое хулиганство, и максимум, что ему могут присудить, это 15 суток. Ну, 15 суток, это не наказание. Так он себя после этих 15 суток еще великомучеником объявит. То есть для него это будет только плюс. Вообще, это все довольно странно. Этот Псорионов, он определенный совершенно фрик. Человек, как бы такой, демонстративно-несистемный, да. И мне казалось, что такого рода людей должны сдавать, и власти их должны сдавать, и уж церковь тем более. Поскольку церковь, он порочит своим нехорошим поведением. Таким вот гиперпассионарным и близким хулиганством. Тем не менее, удивительно то, что его не сдают. То есть это значит, что у него имеются какие-то покровители наверху. А вот это уже совсем непонятно. Я напомню, что это особое мнение Артемия Троицкого. Еще один суд сегодня начался, важный, и за ним следят не только в России, но и на Украине. Я говорю про суд над надеждой. Надежда Савченко. 29 числа она начнет давать показания. Уже в ноябре может быть вынесен приговор. Надежда Савченко отвергает все обвинения в свой адрес. Называет их ложью. Она уже готова пройти проверку на детекторе лжи. Как вы считаете, уже приговор написан, как это принято в российских судах? Есть уже обвинительное исключение? Или будет торг какой-то? Ну, это дело уже серьезное. Это не до ерничания и не до православного акцента. Ну, могу сказать, что, во-первых, Надежда Савченко, это, несомненно, в высшей степени героическая женщина. И, конечно, российским властям и судебным, и кремлевским, и всем прочим, с Надеждой Савченко крайне не повезло. То есть, они думали, что будет какая-нибудь такая вот легкая прогулка, да? А напоролись на настоящую Жанну Дарк, такую реальную, героическую, твердую дамочку, которая себя ведет. Ну, то есть, это, конечно же, национальная героиня Украины уже. И, может быть, уверенным, что прибудет таковую, по крайней мере, до конца 21 века. Во всяком случае, пока будут у них все эти проблемы с москалями, я думаю, что Надежда Савченко будет символом украинского сопротивления. Что касается до детектора лжи и ходу этого процесса и так далее, ну, обвинение в ее адрес явно беспочвенное, явно фальшивое, надуманное и так далее. Начиная с того, что, естественно, ее похитили на украинской территории, что доказано, силком привезли на российскую территорию. Не могла она участвовать ни в каких этих операциях. То есть, все это дело, оно не то, что шито белыми нитками. То есть, его просто нет. И существовать оно может только в пространстве российского правосудия. Российское правосудие — это, как известно, суд неправедный. Как там было? Люди с письмами-головами, и суди нас судом неправедным. Вот у нас, собственно, этот суд и имеет место быть. И, разумеется, в соответствии с такими судебными правилами, естественно, приговор уже написан. И какими-нибудь удивительными просто такими взятыми даже не с потолка, откуда там, из стратосферы доказательствами ее присудят к тому, чему нужно. Ну, а потом уже начнется, на самом деле, с одной стороны пропагандистская кампания, с другой стороны торг насчет того, на кого бы ее обменять, или на кого, или на что. Ну, в общем, история, конечно, крайне некрасивая, но, как это у нас очень часто бывает, она выйдет боком тем, кто ее затеял. Причем выйдет боком не столько даже из-за того, что дело само все сфабрикованное и фальшивое насквозь, но в первую очередь выйдет боком в таком вот именно гуманитарном пиар-распекте. Потому что Надежда Савченко, это, конечно, харизматическая личность, и, конечно, вот как в далекие 70-е годы была вот Анжела Дэйвис, да, такой вот символ борьбы свободолюбивых негров против американского империализма. Вот будет Надежда Савченко, такая же известная всему миру фигура. Да, но только вот внутри Российской Федерации понятно, что дело Надежды Савченко преподносится несколько по-иному, и, что называется, для внутреннего употребления образ ее будет совсем другим. Я думаю, что, в общем-то, до этого уже никому дела нет. В конце концов, территорию России занимает большую, но населена она весьма и весьма не густо. Ты еще про Северную Корею вспомни, и как там, что преподносит. Давайте сейчас сделаем паузу. Я напомню, что в особом мнении сегодня выступает Артемий Троицкий. Свои вопросы вы можете присылать на номер 7-9-85-970-45-45, а мы через несколько минут поговорим про борьбу с коррупцией, причем не только в России. Оставайтесь с нами. Реклама это... Да, конечно. А что, уже новости, что ли? Нет, нет, это у нас уже 7 часов. Там перерыв на рекламу, потом перерыв на новости. Успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене. От 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на Opel.ru Тепленький. Вот, так что да, опять тоже 2 перерыва теперь. В среду слушайте программу «Дневной разворот». Эфир ведут Алексей Голубев и Евгений Бунтман после 14 часов. Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий сумчий. Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнения, доводы и жесткий хронометраж. Кто выиграет в дискуссии, решать вам каждую среду в программе «Клинч». Да вроде нормально, вчера я ее видела. Робин Гуды с большой дороги. В программе 96 страниц представляем новый номер журнала «Дилетант». Эфир ведут Сергей Бунтман и Сергей Шаргунов. 96 страниц в четверг после 21 часа. Старший. Еще есть с Пашей. Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бочковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов. В ночь с субботы на воскресенье наступает совершенно особое время. Ваше время. Город Петербург. Слушайте, я начну с ООО1. Лучшая школа убивательных пакетов. Я Алена Воробьева из Ростова-на-Дону. Слушайте, начну с ООО1. Как это делаю я. Я с ВИАЗА. 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 Я Елена Загореченская. Я слушаю ночное шоу ОО1, потому что утром выходного дня, на мой взгляд, это пацан лучше. Вы и Александр Плющев. Итак, три часа. Почти сразу после помощи. У нас отработанная схема. Вам, листающим за постом, остулайкающим котиков всяких. Не для всех, это эксклюзивно, на самом деле. Это эксклюзивно, на самом деле. Это для Люсей. Я в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». «Эхо Москвы» от Винта. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Надо как-то собраться. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельденгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Артемий Тройский. Про борьбу с коррупцией, как и обещали, следим мы уже несколько дней за тем, как развивается ситуация вокруг задержания, ареста главы республики Коми Вячеслава Гайзера. И с ним еще 14 человек, там, в общем, всю верхушку региона заарестовали, там уже, в общем, с коррупцией борются. Да, всех Коми замели. Это же хорошо, наверное, надо похвалить Следственный комитет, который провел, ну, это настоящая спецоперация. Да, но непонятно, почему вот для этой спецоперации выбрали республику Коми. Вот, скажем, когда проходят какие-то военные учения, ну, понятное дело, там, учение «Центр-2015», выбрали для них, скажем, Белгородскую область. Но в данном случае это же не военное учение по борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией, по идее, должна вестись везде и сплошняком. Я думаю, что мало кто сомневается в том, что, как было сказано в бессмертном фильме «Бриллиантовая рука», на месте Гайслера... Гайслер, да? Немец, наверное. Еврей. На месте Гайслера мог бы быть каждый. То есть, это мог быть и Сыфтывкар, это мог быть и Павлодар, и Оренбург, и Нижний Новгород, и, ну, то есть, в общем... Вечеслав Гайзер его зовут, если что. Гайзер, все, отлично, Гайзер. Гайзер, Вечеслав, да. Почти камчатский. Значит, поэтому не очень понятно, почему именно он. То есть, я не думаю, что в республике Коми коррупция отличалась какими-то особыми масштабами. Я не думаю, что она там отличалась каким-то особым цинизмом. Полагаю, что на самом деле у тамшнего губернатора или президента, если это республика, думаю, что у него просто с кем-то не сложились отношения. Скажем, с местным ФСБ, с местным следственным комитетом, с местным еще кем-нибудь. И стали под него потихонечку копать. Стали копать, копали, копали год-два, я так понимаю, с 2011 года это дело находится в разработке. Ну и, разумеется, нарыть и накопать было очень и очень просто. Потому что то, что он делает, ну, я смотрел там эти схемы, то есть, по созданию всяких совместных предприятий, потом перевод этих совместных предприятий в офшор, потом, соответственно, как бы, собственность на все эти предприятия становится частной, хотя они были созданы на государственные деньги. Это элементарная схема, которую знают все. То есть, вот, в учебнике для вороватых губернаторов и прочих управленцев Российской Федерации, вот все вот эти офшорные схемы, они проходятся в учебнике первого класса. Поэтому все это дело поднять, расследовать, указать, задокументировать и так далее было несложно. Но все-таки губернатор. Ну и что? Губернатор. У нас этих губернаторов довольно много. По всей видимости, ну, раз это губернатор, а не какая-нибудь более мелкая личность районного масштаба, значит, у него и нет... Другие были более влиятельные, тоже не районного масштаба. Ну, то есть, это такие чисто бизнес. Ну, соответственно, когда это дело нарыли, то, естественно, положили это на стол к Путину. А вот мы вот тут вот провели такую работу. Вот, а Путин подумал, а что, а почему бы не бросить народу кости? Или, точнее, как там у Слатакова щедрена было, не сбросить с крыши очередного Ивашку. Народ успокоить в преддверии голодной осени и зимы и показать, что мы с коррупцией боремся. Так, а кто такой этот Гайзлер? Гайзер. Гайзер, сори. Что за Гайзер такой? Так, дзюдо не занимается, вроде в близких дружеских отношениях ни с кем из ближнего круга не состоит. Да, вполне можно такой фигуркой пожертвовать. Опаньки и пожертвовали, а чтобы другим была наука, чтобы делились вовремя, чтобы вообще, как бы, знали свое место и брали только по чину. Но этот, по-видимому, взял где-то слегка не по чину и сбросил отношения с тем, кем не надо было. Вот и все очень просто. Хорошо, а в Эстонии, как говорится, с коррупцией? Потому что там вот, ну, конечно, не губернатор, но вполне себе целый мэр. В Эстонии это прекрасная новость. Я услышал ее только сегодня. В Эстонии арестовали, я так понимаю, или задержали, по крайней мере, мэра города Таллина по имени Эдгар Сависар. Значит, этот Эдгар Сависар, это вообще самый известный политик в Эстонии. Ну, я думаю, естественно, за исключением президента Ильвиса. Это ветеран, то есть он сначала был такой эстонский националист, один из лидеров тамошней антисоветской революции. Вот, потом у него карьера складывалась, ну, примерно так же, как у Юрия Михайловича Лужкова. То есть был он сначала такой любимый всеми народный мэр и лидер всяческих либеральных выступлений, но потом он решил это дело монетизировать, капитализировать, вот, и стал, в общем, заниматься тем, чем занимаются наши мэры, губернаторы и прочее, прочее. Причем делал это очень долго и на протяжении большого количества лет, но при этом он был очень популярен, то есть он переизбирался мэром Таллина неоднократно. Я думаю, он был мэром Таллина, ну, не знаю, лет 20, может быть, около того. И при этом постоянно его сопровождали слухи о том, что он маздоимец, что он берет взятки, что он действует очень и очень вот в таком вот русском стиле. Кстати, он был близкий приятель недавно отставленного Якунина, нашего главы железных дорог. Ну и вообще у него были с Москвой очень близкие отношения, то есть из всех эстонских политиков, как крупных, так и мелких, у него с Москвой были самые лучшие отношения. Он регулярно ездил в Москву в Пульмановском вагоне, получал там всякие консультации и, возможно, субсидии, и бог знает, что еще. Не берусь судить, поскольку расследованием не занимался, к материалам дела также доступа не имею. Но вот то, что его все-таки, в конце концов, после многих лет и практически даже десятилетий вот этих слухов, то, что его все-таки взяли, вот, это, конечно, ну для Эстонии это политическая сенсация года, несомненно. Ну, я прошу прощения за то, что не знаю, там какие-то выборы скоро или что. У нас же обычно это приурочено к чему-то. Нет. Или там такая плановая, вот тоже копали, копали и накопали. Там ничего не приурочено. Я вообще хочу сказать, что Эстония страна крайне некоррумпированная. То есть я не помню сейчас какие-то вот эти рейтинги по коррупции в Европе, но Эстония, ну, Финляндия там вообще стоит на первом месте. В общем-то, Эстония от Финляндии ушла недалеко. Это крайне прозрачная некоррумпированная страна, где вообще практически люди не имеют дела с живыми чиновниками. В Эстонии все делается онлайн, просто все. Для того, чтобы выйти в офлайн, ну, это надо, чтобы какие-то очень странные и затейливые проблемы у тебя были. Ну, то есть ты захочешь дать взятку, а некому. А некому. В общем-то, проблемы не решаются. Для меня, скажем, русского человека, это было, ну, очень странно. В высшей степени странно, потому что, ну, я привык к тому, что все можно решить мужским обаянием, симпатичными подарками, то есть, а там это вообще не нужно. Никому это нафиг не надо. И проблемы решаются. То есть если все по закону, то все решается само собой. Ну, вот, соответственно, и все это дело Сависара и его сподручных, оно прошло после выборов. Выборы в Эстонии были, кажется, в марте. И там его партия, партия центра, она, в общем-то, очень неплохие дала показатели. И мэром Таллина он остался. Вот так что там все идет своим чередом, без всякого приурочивания. Просто вдруг ни с того ни с сего такая политическая ситуация. Да, по всей видимости, просто, в конце концов, нарыли что-то такое, при том, что он, конечно, такой очень хитрый лис, очень хитрый. Да и лет ему уже далеко за 70. По-видимому, все-таки за что-то уцепились. Интересно, возможен ли такой поворот событий, что жители Таллина, которые его столько лет подряд избирали, выйдут за него как-то заступиться? Или это не принято в Эстонии? Это теоретически, теоретически это возможно. Теоретически это возможно, поскольку за Сависара вообще голосуют почти исключительно русскоязычные люди в Таллине. А ситуация там национальная вообще крайне неблагополучная. То есть, эстонская община и русская русскоязычная община живут практически абсолютно сегрегировано. То есть, это Южная Африка. Это настоящая Южная Африка, где как бы пересечения минимальные, имеются две, к сожалению, великому, очень сильно отчужденные друг от друга общины. Соответственно, фишка Сависара была в том, что он максимально заигрывал с русскоязычными эстонцами, причем заигрывал в том духе, что вот эстонцы вас ненавидят, эстонское государство вас притесняет, один я, Сависар, ваш защитник. Делаем перерыв, несколько минут и продолжим особое мнение. Девятнадцать тридцать в Москве. Здравствуйте, в студии Алексеев. Новости. Задобрили 102 беженцев. Против голосовали Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия. Финляндия воздержалась. Однако, министры внутренних дел стран Евросоюза утвердили распределение мигрантов по системе КВОД большинством голосов. Это второе голосование, первое в начале сентября провалилось. Завтра лидеры стран Евросоюза на саммите обсудят миграционный кризис, самый серьезный после Второй мировой войны. Минфин спрогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12%. Такую цифру назвал глава ведомства Антон Цилуанов после совещания у президента Владимира Путина. Оно было посвящено бюджету на 2016 год. Между тем, по данным Росстата, в августе инфляция ускорилась и в рядовом исчислении может составить почти 16%. Цилуанов добавил, что бюджет будет составлен из прогноза средней цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель. Власти Москвы объяснили закатывание плитки в асфальт. Ранее в соцсетях были опубликованы снимки ремонтных работ на Причистенке. Пользователи интернета выражали недоумение. Я тебя воспользуюсь, который... В московском госучреждении автомобильной дороги заявили, что работы проводятся по просьбе собственника прилегающего здания, передает агентство Москва. Массовая укладка плитки в Москве началась в 2011 году с приходом мэра Сергея Собянина. По разным оценкам на это было потрачено от 2 до 4 миллиардов рублей. В настоящее время столице происходит масштабная замена бордюров. По среднему РБК бюджет она стоит более полутора миллиарда рублей. Александр Лукашенко отказался участвовать в предвыборных теледебатах. Действующий президент так и не направил соответствующую заявку. Кроме того, не запланировано его выступление на телевидении в качестве кандидата. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал «Беларусь-1». Таким образом, в дебатах будут участвовать Сергей Гадукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович. Президентские выборы пройдут в Беларуси 11 октября. О погоде завтра днем в Москве 20-22 градуса. Переменная облачность без осадков. Алексей Гусаров, служба информации. Какая милая погодка, да? Да. Вот это радует вам. Хоть что-то радует. Про длитель лета в сказочном Абудабе. Разнообразие природных островов. Золотистые песчаные пляжи. Знаменитые парки... Про коррупцию... Аллес? Да. У нас есть... Марина. Марина, да. А я вот квартиру купил. Кризис? Квартиру? Да, квартира возле метро. С отделкой под ключ. И всего 3 миллиона. Всем советую. И советую поторопиться. Звоните. 495-266-350. Квартиры от Самолет Девелопмент. Проектная декларация на сайте люберцы2016.ру. Рубль падает к доллару или растет? Евро слабеет или укрепляется? Какая разница, если на этом можно заработать? Альпари.ру Заставьте ваши деньги работать. Альпари Лимитед. Столица это центр. И кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы. Что это? Реклама. Что было? Реклама ЛДПР. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы? У вас что? Реклама-то на Эхо Москвы. А что значит слушай ЛДПР? У них там какая-то рубрика, по-моему, где-то. Я не знаю, ни разу не слышала. А ты еще замдиректора? Главного редактора, да. Или главного редактора? Да, я не слышала ни разу. Я ни разу не слышала. Вот это я понимаю. Вот это... Есть некоторое количество рубрик, которые я правда не слышу. А также некоторое количество эфиров, которые я не слышу. Например, ночью. Это вот один? Или битвовский час. Только не это. Или первой клуб. Сочетно очень много передач, которые я не слышала. Честно тебе скажу. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Артемий Тройский. У нас на сайте Эхо Москвы развернулась прям большая, довольно острая дискуссия по поводу участия оппозиции в выборах и хождение оппозиции и тех, кто ее поддерживает на митинге. Особенно, если это митинг Марина, а не в центре города. Вы, насколько я понимаю, в Марина были. Вы, видимо, на стороне тех, кто считает, что ходить нужно, даже если это не в центре Москвы. Я на стороне самого себя. Я считаю, что мне ходить нужно. То есть я себя в этой ситуации веду как простой русский экзистенционалист. То есть я совершенно не экзистенционалист, а экзистенциалист. Очень сложное слово. Оно очень хорошее. Иностранное, но очень экзистенциальное при этом. Да, объясняет все, что происходит в России, на самом деле. Ну да. В общем, короче говоря, мне совершенно безразлично, будет от этого митинга польза, не будет от него польза. Я только знаю, что вот если я могу пойти на митинг, а вот взял и не пошел, то после этого у меня начнутся разборки с собственной совестью. Мне будет некомфортно, я буду сам себя укорять. А для меня нет просто хуже ситуации, чем драться со своими этими совестливыми окончаниями. Вот, поэтому я туда пошел, об этом совершенно не жалею. Кстати, то, что митинг прошел в спальном районе, причем в таком загончике, это вполне неплохо. Потому что, если стоять с лицом к сцене, то с левой стороны, буквально вплотную к этому митингу, выселись такие высоченные новые 20-этажные панельные дома. И почти все окна в этих домах были открыты. И там, значит, торчали из этих окон головы люди слушали этот митинг. Те, которые, ну, наверняка, ни за что бы на этот митинг не пришли. То есть, в каком-то смысле власти поспособствовали тому, чтобы повестка дня оппозиции была донесена до спальных районов. Тут, я думаю, это был такой властный косячок. В следующий раз, я думаю, они разрешат митинг только где-нибудь в глухом лесу. Желательно, куда еще и электричество не протянуто. Конечно же, митинг этот производил, ну, как бы это сказать, маргинальное впечатление. То есть, было понятно, что народу не так много, да, где-то 5-7 тысяч, что особого влияния этот митинг, наверное, иметь не будет, что это не модно, что это меньшинство, что движуха виловата и прочее, прочее. Но, опять же, мне лично, вот, для того, чтобы быть или не быть на митинге, для меня это не является аргументом. Помимо всего прочего, я вообще считаю, что количество в нашей стране, по крайней мере, особого значения не имеет. Вот для Украины важно количество. Вот они показали, что их методом борьбы является Майдан. То есть, там вот действительно... Разум нас богато. Собирается 200-300 тысяч человек, полумиллиона человек и так далее. Они могут это сделать. Они собираются, и они там стоят насмерть. Наш народ этого сделать не может. Ну, не наше дело. Не как бы... Не наш этот метод. У нас методы совершенно иные, причем в историческом, даже разрезе, совершенно иные митинги. И я считаю, что Россия это такая страна, где все решает не количество, а качество. Только исключительно качество. Вот декабристов был несколько сотен. Вот они, конечно... Давайте вспомним, чем закончилась история декабристов. Могу сказать абсолютно точно, что закончилась она очень грустно и плачевно, хотя и максимально романтично. Но, во-первых, они дали мощнейший импульс всей дальнейшей российской истории. Они оставили по себе фантастическую легенду, такой просто, морально-этический пример на все последующие века. Ну и, наконец, если бы не несколько косяков, там, типа трусости князя Трубецкого, или того, что Петр Каховский вместо того, чтобы пристрелить Николая Павловича, пристрелил Милорадовича. Вот если бы нет, они вполне могли бы и победить. А сколько было народовольцев? Их было еще меньше, чем декабристов. А сколько было большевиков? Уж что же, никак не тысячи, а в лучшем случае, ну, не десятки тысяч, а в лучшем случае, ну, может, там, пара-тройка тысяч. И ничего. И, в общем-то, эти ребята свое слово веское сказали. Поэтому говорят нам, скажем, вот эти вот 80% там, или сколько, 87% поддерживают Путина. Вот очень интересно было бы просканировать мозги вот этих 87% для того, чтобы узнать, сколько народу из 87% поддерживающих Путина будет готово пойти на баррикады, чтобы умереть за Путина. Вот я могу дать ответ, причем такой сертифицированный и гарантированный. Ноль. Ни одного человека. А что есть люди? Может быть, одна девушка по имени, уже не помню имени, по фамилии Касатонова. Скажите, пожалуйста. Вот, может быть, она одна. Ноль. С другой стороны, точно так же могу сказать, а если просканировать мозги оппозиции, сколько членов оппозиции сможет тоже положить свою жизнь в борьбе против Путина? Ну, я думаю, будет не ноль, но это будут единицы. Два, три, пять человек и так далее. Но решают вот именно эти единицы, а не все эти проценты, проставленные в виде галочек в квадрате. Ну, вот те примеры исторические, которые вы привели, они все равно связаны исключительно с насилием. А что делать? Ползти на кладбище, прикрывшись газеткой? У меня нет ответа на этот вопрос. Вы, Татьяна, встаете на скользкую дорожку. Я чту уголовный кодекс. Вы чтете уголовный кодекс? Я ничего не говорил про насилие. Про всякие времена заговорили. Про 90-е я хотела еще. Тут просто весь интернет сходил с ума по 90-м. Ну, и потом было в музеоне большое очень мероприятие о острове 90-х. Странно, что на это как-то очень отреагировали негативно. Например, федеральные каналы, которые сказали, что, боже, какой ужас и кошмар. Это что же это нас тащат в эти 90-е кошмары? Я смотрел канал под названием «Россия-24». Первый раз в жизни. То есть я там щелкал каналами, пришел домой дико усталый. Там повсюду какие-то сериалы, какие-то люди в униформах, там какие-то женщины колхозные. Вот, наконец, смотрю, новости идут. И я посмотрел таким образом сюжет канала «Россия-24» про остров 90-х в парке «Музеон», где было сказано, кому это нужно, что это за подстрекатели, которые хотят убедить молодежь в том, что 90-е годы, которые были кровавые, нищие, голодные, ужасные, что на самом деле это были годы больших возможностей и годы свободы. Но это была фантастика просто. — Что это за реакция? Вот почему такая реакция на такое, в общем-то, достаточно ностальгическое просто мероприятие, когда люди собираются и вспоминают? Ну, каждый же помнит. Дело-то было сравнительно недавно. — Такая реакция... Нет, ну, понятно, почему такая реакция. По нескольким причинам. Во-первых, потому что Путин сказал, что 90-е годы лихие, что они бандитские, что кто-то там ураганил, кто-то шакалил и так далее. Иных оценок со стороны Путина по 90-м годам мы не знаем. Соответственно, установка именно такая. Вторая штука состоит в том, что надо каким-то образом как раз от Путина-то удары отвести. Потому что на самом деле ураганил и шакалил Путин в 90-е годы ничуть не хуже старших товарищей олигархов. И к власти пришел аккуратно на горбу одного из этих олигархов господина Березовского. Соответственно, Путину надо максимально откреститься от 90-х годов. И этому, естественно, пропаганда тоже помогает. Я думаю, что этих причин вполне достаточно для того, чтобы в 90-е годы у нас поносились этим самым официальным, официозным медиапулом по максимуму. Ну, это если говорить про реакцию, условно, федеральных СМИ. А если посмотреть на интернет, то разошлось это очень широко. Вот прям видно, что люди с удовольствием вспоминают. Хотя и было, ну, я видела довольно много людей, которые писали, что да вы с ума сошли со своими 90-ми, жить было невозможно, ужас и кошмар, зачем вы все радостно их вспоминаете? Нет, ну, тут как раз все предельно просто. У каждого были свои 90-е. Те, кто выжил в 90-е и не получил пулю в лоб, да, те вспоминают их с большим удовольствием. То есть, с одной стороны, пронесло, с другой стороны, было очень весело и очень свободно, и много денег заработали. Те, кто получил пулю в лоб, те, естественно, молчат потихонечку. Те, скажем, люди поколения моих родителей, которые, имея докторские степени, торговали сушками в подземных переходах, вот, те люди, скорее всего, уже умерли естественным образом, и в любом случае вряд ли являются активными пользователями интернета. То есть, те, кто остались и остались в интернете, это в основном такие бенефициары 90-х годов. Я считаю, что в 90-е годы было очень много хорошего и было очень много плохого. Это было очень яркое, очень динамичное, в высшей степени динамичное и контрастное десятилетие, что, во всяком случае, гораздо более интересное, гораздо более плодотворное, чем последовавшие за ним нулевые годы. Да, но именно они завели нас в нулевые. Да, абсолютно точно. Нет, я уже говорил о том, что Путин — это прямое продолжение некоторых ельцинских линий 90-х годов. То есть, коррупция, которая сейчас вот цветет повсюду, вплоть до Республики Коми, страшно сказать, эта коррупция, она началась аккуратно в 90-е годы. Фальсификация выборов. В 96-й год. Вспомни, в 96-й год. Война в Чечне, то есть такая вот скрытая, подлая война, да. Пожалуйста, Чечня, Украина, Экспресс. Спасибо большое, к сожалению, закончилось у нас время. Я напомню, что особое мнение это было Артемия Троицкого. В эфир для вас была Татьяна Фельгенгару. Большое спасибо Артемии. Всем счастливо, ребята. Пока, хорошей погодой. До свидания. Эхо твоего. Субтитры создавал DimaTorzok